Всем привет, с вами видеоблог Варстори, я Алексей и сегодня у нас с вами будет обзор лотов, которые выставлены на аукционы, которые мне хотелось бы подробнее отсмотреть и вот в историческую их часть заглянуть. Я сейчас, в момент съемки, сейчас пятница, не знаю, какие из этих предметов, например, уже проданы по блицставке, на какие пошли торги и так далее, но, по крайней мере, сейчас мы понимаем, что эти вещи лежат у меня, они доступны и образуют некие маленькие даже такие микроколлекции, поэтому их интересно отсмотреть и почитать, опять же, описание от людей, от коллекционеров, которые эти предметы предоставили на аукцион, потому что все это подлинный настоящий исторический материал, в первую очередь, поэтому вот эту историческую часть и хотелось бы развернуть и показать. По антикварному холодному оружию уже был стрим и даже в пятницу было видео, которое тоже его касается, поэтому здесь сейчас мы не будем развивать эту тему, хотя хотелось бы сказать, что некоторые предметы отсюда уже ушли. По фалеристике давайте углубимся и посмотрим какие-то предметы, а также по вещам, которые не относятся к фалеристике мы пробежимся, это так называемый прочий военный антиквариат в виде плакатов, в виде наградных листов и так далее, и вот таких вот еще плакеток. Кстати, по поводу плакатов, интересный момент, что советские плакаты были выкуплены по Блиц-цене буквально в начале самого аукциона, Блиц-цена была такая немаленькая, она действительно взрослая была, но и плакаты очень редкие. В общем, если поднимешь вот так вот над головой деньги, то эти плакаты не принесут, возможно, что-то будет другое, но не именно такие. Они мне нравятся, хотя об этом я лучше сниму отдельное видео, другое, почему мне те плакаты нравятся и особенно хотелось бы их, так вот, что называется, расшарить на аудиторию, показать людям, мы с вами обязательно по ним пройдемся и прям почитаем на них надписи. А сейчас по медалям давайте пройдемся, которые у меня здесь лежат на столе. Немецкие медали, вот здесь вот целая группа подобралась, это так называемые оккупационные медали, это медаль за Аншлюз Австрии, это судеты и также еще мемель здесь есть. Мемель, наверное, самый такой вот желанный трофей, желанная, самая редкая из вот этих вот трех медалей, плюс эти две медали вот идут непосредственно в своих кейсах. То есть вот так вот выглядит настоящая коробочка, настоящий кейс, в котором вручались награды подобного плана военнослужащим, которые участвовали непосредственно в этих событиях. Редкая медаль, 31 300 с небольшим награждением было вручено, ну, как сказать, редкая, она нечастая, но на фото ее прям очень сложно встретить, особенно у моряков. Мемельские события, это у нас получается, даже есть шпаргалка небольшая, 22 марта 1939 года, это была часть Литвы, которая в дальнейшем отошла к Германии вот таким вот силовым путем. Это было бескровное присоединение, тем не менее, вы понимаете, что они отсоединили часть страны другой и присоединили ее к себе. Соответственно, после Первой мировой войны, после вот этих вот всех событий. Аверс всех трех медалей идентичен. Мы здесь видим мужчину атлетической внешности, который такому же мужчине помогает подняться на пьедестал. Эта композиция символизирует Германию и представителей соседней Австрии и вообще соседних стран, которые были по той или иной причине отделены от Германии, соединиться. То есть, вот так вот политический такой вот момент, который немцы обязательно хотели отметить. И это была кампания и политика немцев в конце 1930-х годов, в том числе и потому, что им нужны были кадры в вермахт, им нужно было наращивать армию, собирать людей, потому что просто иначе никто бы не пошел за них воевать. Поэтому вот такие вот патриотические для немцев пропагандистские моменты они делали, в том числе вот эти медали на это и направлены. Поэтому эти медали отражают такой целый пласт эпохи, конца 30-х годов и политику немцев перед войной. Потому что немцам нужны были молодые люди, которых они будут призывать в РАД, чтобы они строили укрепления, которых они будут призывать в вермахт для того, чтобы они шли там куда-нибудь на Восточный фронт или во Францию, чтобы занимались, собственно, войной. Потому что война дело молодых, вот они молодых и набирали. Это был один из вот таких вот моментов. Вы понимаете, к чему это привело, потому что, например, у меня есть вот каска австрийца, которая была пробита осколком на голове у этого человека. Вот, пожалуйста. Я думаю, что в начале в самом он, конечно же, был рад, что Австрию присоединили. И вот людей с такими вот медалями за аншлюз Австрии он приветствовал радостно. Но когда он приехал с золотым ранением на груди, выведенный полностью из строя, с этой каской пробитой, я думаю, что это ему не понравилось. Тем не менее, здесь вот эти медали как раз отражают этот исторический пласт. И не часто они попадаются вот именно на аукционе, чтобы они были все три вместе. Здесь мы их все три можем увидеть. Потому что не все, опять же, видят в них различия. Потому что человек, если вот эти вот цвета на лентах не сильно различает, он, собственно, их может перепутать. Они же одинаковые снаружи. Но для тех, кто не знает, я покажу реверс. И реверс каждой медали отличается. Вот вы видите здесь в первую очередь даты 22 марта 1939 года. Это Мемельская медаль. Аншлюз Австрии это 13 марта 1938 года. А на судетах мы видим дату 1 октября 1938 года. Также по коробкам пройдемся. Здесь есть у нас еще медаль такая, про которую я уже рассказывал в прошлом обзоре. Но все-таки в коробке именно хотелось бы ее показать. Почему она дошла до наших дней. Именно вот в таком виде. Это кейс специально именно для этой медали. Выслуга в РАД 12 лет. И мы здесь еще видим, опять же, на этом же аукционе РАДовский тесак. Фулл стак. Наверняка уже на него были сделаны ставки. Вот вы видите полностью тесак с закрытой роговой накладкой, рукоятью. Этот тесак вот как раз вот с самого начала был учрежден. И именно таким тесак нарисовал Пауль Касберг. Дизайнер холодного оружия. В том числе пропагандист Третьего Рейха. И это самые ранние выпуски тесаков. Вот с таким вот загибом, с таким вот клювом. Это очень круто именно с точки зрения коллекционной. По нюансам я уже говорил. С ножнами тем не менее. То есть здесь вот поэтому я захотел показать этот тесак вот с этой медалью вместе. Тесак, конечно, более такого состояния пожившего, назовем это так. А медаль просто нулевая. Абсолютно. И вот тоже в коробке они не часто очень встречаются. Вот в таком тоже виде. Следующая медаль это у нас Олимпиада 1936 год. Это прям тоже целый пласт, целая тема коллекционирования. Олимпиада в Берлине в 1936 году. Как вы знаете, ее многие проигнорировали. Олимпиада была очень политизирована, вы помните этот момент. И вот эти все кадры с тем, что немцы максимально в своих пропагандистских целях эту Олимпиаду использовали. Вот просто вот выжили полностью все. И вот этот вот момент отражен здесь. В том числе здесь есть медаль в коробке с ложементом. Все очень аккуратно. Подлинный ложемент, подлинная медаль и такое прям очень приятное, достойное состояние. Поэтому мне сразу же, как только предложили на аукцион взять, я прям обрадовался, чтобы покрутить эту вещь в таком состоянии нетронутом. Потому что видно, что ее не чистили, ничего не стирали и так далее. То есть просто лежала она в коробке. Коробка с олимпийскими кольцами, без какой-то символики с внешней стороны. Но вот здесь вот с обратной стороны есть такие вот некие подтеки. Ну, в общем, с лица такой достаточно приятный предмет. И его забрали по блиц-цене этот лот. Собственно, с чем можно покупателя только поздравить человека, который этот лот выиграл. Я напомню, что блиц-цена это цена, по которой можно остановить торги и забрать предмет в любой момент. Не на все есть блиц-цена. На некоторые предметы она не выставляется. Как правило, на те предметы, на которых изначально старт был занижен. Либо которые просто в состоянии, например, прям вообще идеальном, даже лучше, чем идеальном. В последний момент пришли еще вещи. В последний момент некоторые предметы пришли. Вот здесь целая группа немецких наград. Мы видим так называемый астфолькер, который здесь лежит. Даже вот такая колодка пришла. И еще пожарный крест. Пожарный крест достаточно сложная награда. Не дешевая, она эмалевая. И такого достаточно интересного дизайна, который не дублировался в других организациях. Тоже этот интересный момент. Мы уже один раз проходили, и здесь он есть. Нужно будет еще поизучать мне эти предметы. Но если они выставлены на аукционе, если они остались на странице, вот на момент выпуска этого видео, значит с ними все хорошо. Значит они оригинальные, подлинные, в родном сборе. Напомню, буквально вот только-только я распечатал посылку с ДЭК. Она задержалась на неделю, потому что не туда что-то выезжало. И эти предметы сюда пришли. Еще из интересного хотелось бы отметить несколько наград, которые прям не часто встретишь. Это не максимально популярная тема, но опять же она отображает интересные исторические моменты. Это такая тема, знаете, что касается женщин и детей. Я сейчас скажу почему. Гитлер-Югенд это организация молодежная немецкая. И мы здесь видим Крикс-Зигер 1939 год. И эмблема Гитлер-Югенда это победитель соревнований структуры Гитлер-Югенда на уровне района. То есть это уже такой достаточно большой и серьезный уровень для юноши, который победил в этих соревнованиях. 1939 год это уже год, в который началась Вторая мировая война. И такой достаточно знаковый год. Потому что пик всей военной подготовки, пик подготовки к войне как раз именно на этот период и пришелся. Достаточно тоже такой интересный дизайн. Знак составной мы видим. С обратной стороны мы здесь видим клеймо Ауриха из Дрездена. И знак сам по себе в отличном состоянии. То есть у него каких-то таких прям лютых дефектов у него нет. Он немножко потерт. Тем не менее здесь все эмали родные. Никаких нету проблем по покрытию. То есть приятный знак, хороший. И таким знаком можно иллюстрировать подборку по Гитлер-Югенду. В том числе включающую, например, нож Гитлер-Югенда или Гитлер-Югенд-Лидер. И нож рядом, либо что-то еще. Плюс еще по Гитлер-Югенду или по Дойче-Югенду здесь есть спортивные самые что ни на есть шнурки. Меня лично здесь порадовала, что называется. Вот такая вот картинка, которая здесь в левой части этикетки. Эти шнурки не распечатывались. То есть просто они где-то лежали в магазине или на складе какой-то фабрики. Потому что фабричные склады, вот какие-то такие текстильные, они действительно оставались. Мелкие предметы, они в упаковках даже и по сей день иногда находятся. Это не значит то, что там кортиков будет упаковка или каких-нибудь подвесов. Как правило, это какие-то детали и так далее. Здесь тоже не полностью ботинки спортивные, а только лишь шнурки. Ну и левые зато. И мы видим здесь примеры ношения. То есть это футболисты, это лыжники. А также здесь вот в верхнем правом углу этой картинки мы видим настоящего егеря. То есть это человек, который вот именно в егерских ботинках гонял по горам. Тут егерский рюкзак и так далее. Тут еще палка, значит тоже посох есть. То есть такой тоже интересный момент. Сразу вот этот узнается как раз горно-егерская, можно сказать, даже кепи у него наверху. Вот здесь вот на голове. Так что ну такой вот любопытный момент тоже в какой-то степени относящийся к военной подготовке молодежи Германии 1930-х годов. Ну и плюс еще, если просто кому-то надо шнуровать шнурки, то пожалуйста, вот здесь есть такой момент. На самом деле я не видел их в продаже на выставках, на слетах. Но вот наверняка просто именно всплыл какой-то такой вот ящик с ними. Вот такой вот уже интересный антуражный момент. И как бы это ни звучало, но это в любом случае документ эпохи и это часть полевого снаряжения. Но это что касается детей, но также вот по женщинам, что я хотел вам показать. Здесь есть золотая брошь, золотой знак акушерки. Как вы знаете, Германия в 30-х, в 40-х годах была максимально заинтересована в том, чтобы нация развивалась. Как раз тоже нужны были свежие кадры, нужны были люди, которых можно будет куда-то призвать и так далее и тому подобное. И как раз рождаемость, повышение рождаемости, это была политика государства. Ее максимально повышали, как только можно. То есть увеличивали какие-то дотации, плюс, например, выдавали награды за количество детей и так далее и тому подобное. Про родники жизни вы знаете прекрасно. И вот, собственно, поощряли не только матерей, которые рожали детей, но в том числе и акушерок. Людей, которые помогали этих детей рожать. И вот здесь немецко-фашистская акушерка носила конкретно вот такой вот знак. Бело-голубой со свастикой вот здесь вот внизу. Конкретно здесь интересен момент того, что здесь со свастикой этот предмет. В том, что это 30-е как раз годы. 30-е, начало 40-х. Не позже и не раньше. Потому что если это все-таки будет акушерка на 50-е годы, мы понимаем, что это не тот самый пласт истории, который нам интересен. Но здесь тоже такой документ эпохи и интересный момент. И по женским наградам достаточно много коллекционеров, в том числе и в Европе. И здесь и такой знак недешевый, потому что он редкий. И этот конкретно, ну просто в около ментовом состоянии. И еще один тоже женский знак, вот этот вот КВВ, это женский союз Нидерландов, который вот этот союз женский был создан по образу и подобию фрауэншафта в Германии. То есть женщины, они активно имели жизненную позицию на тот момент и активно развивались. А мужики наверняка были довольны, что женщины объединяются, у них там какие-то кружки клуба, это классно вообще. Они туда ходят, там кучкуются и так далее. Еще и считают, что это полезно, правильно? Ну вот наверняка такая тема была. И мы все прекрасно помним, что мужская часть населения Нидерландов, которая симпатизировала нацистской Германии, точно так же там они шли в добровольческие отряды и так далее, каким-то образом копировали структуру немецкую, то вот здесь женщины, собственно, тоже не отставали. Насмотрелись на мужиков и давай туда повторять. Все за немцами. Это не слишком сексистский. Если вы меня обвините в сексизме, я прочитаю этот комментарий, поставлю вам лайк. Знак оригинальный, знак в эмалях, знак красивый, как раз тоже отражает этот момент. Конечно же, про женщин это все дело шутки шутками. И серьезно говорят, вот такие знаки, они в принципе являются таким свидетельством борьбы женщин за свои права. Сами по себе награды женские, тоже интересная тема. Они отличаются от мужских тем, что колодка была выполнена в виде банта, банта. Но награды эти появились по большому счету только с конца 19-го, с начала 20-го века. То есть такая тема интересная, тема любопытная и на самом деле очень популярная, особенно в Европе. Часто мы плоскостной материал или вот такие вот бумаги обходим стороной, но это в прямом смысле документы эпохи. То есть вот здесь вот наградной лист восточной медали или так называемого мороженого мяса. Это медаль за зимнюю кампанию на востоке 1941-1942 годов. Здесь мы даже видим запасной гренадерский батальон 396. Можно даже навести справки, где конкретно этот батальон воевал в лексиконе. Тем не менее, здесь мы видим, что еврейтер Герман Беренс участвовал в собственно зимней кампании на востоке 1941-1942 года. И попадал под критерии награждения данной медали. Вот такие вот наградные листы, они попадаются, попадаются нередко, назовем это так. Но чтобы в состоянии их найти, это уже довольно такой вот интересный момент. И многие люди, я знаю коллекционеров, которые собирают медаль и наградной лист к этой медали. Потому что всегда тема интересная. Основное количество медалей немецких не являются номерными и их можно, грубо говоря, совместить почти с любым наградным листом. Ну, условно. И оно на выкладке не является какой-то фактической ошибкой или подлогом. Ну, вы понимаете. То есть, изначально, если это была безномерная вещь, их можно совместить. Но кроется здесь и такой момент, что, например, когда мы видим наградной лист с какой-нибудь интересной, с какой-нибудь наградой. И нам говорят, что эта награда принадлежала именно этому человеку. Здесь сразу же, естественно, падает тень сомнений на это высказывание. Потому что нет какого-то живого подтверждения. То есть, такая палка о двух концах. В этой безликости, можно сказать, медалей немецких. Также еще интересный лот. Никогда таких не было у нас в объективе. Это плакетка за заслуги в конном корпусе ЭСА. И вот здесь, на обратной стороне, мы, собственно, видим эмблему ЭСА. Высказывание здесь присутствует Гитлера. И также еще вот здесь вот его такая вот подпись. Фоксимиле, естественно. Выполнена она такая из тяжелого металла черного. И с лицевой стороны здесь, естественно, орел имперский. А также конь изображен вот прямо вот такой вот в лавровом венке. Интересная плакетка. И подобные вещи, я видел, копанные попадаются на территории Калининграда. Всевозможные темы. Но здесь конкретно вот этот вариант не копанный. Вот в том виде, в котором он и был изначально. Он сохранился и дошел до наших дней. Тоже такой, как документ эпохи. За счет того, что кони, конная тяга, всегда это была очень важная история на войне, в военный период. Потому что кони это не только тягловая сила, которая прям перемещает целые армии. Но это еще и то, что не дает умереть с голоду солдатам, которые попали, например, в окружение и так далее. То есть кони это то, что просто непосредственно сопровождало всегда армию и какие-то боевые действия. Они участвовали непосредственно. Они настоящие ветераны. Понимая все это до войны, естественно, конному спорту и конным организациям отдельное прям внимание уделялось. И, собственно, вот такие вот вещи, поощрения и прочее, оно побуждало людей заниматься дальше конным спортом, развивать его и так далее и тому подобное. И вот этот конный корпус СА как раз это аналогия НСКК, аналогия, собственно, вот такого вот национал-социалистического крафт корпуса, моторного корпуса, но связанного с лошадьми и всем, что с этим связано. Кроме всего прочего, еще есть плакаты не только по рабоче-крестьянской Красной Армии, но также и по периоду Первой мировой войны немецкие плакаты. Они очень редкие за счет того, что их очень мало сохранилось. И здесь конкретно два плаката, вот этот, например, отражают тот самый момент с военным заемом, которым не пренебрегали никакие страны. И Российская империя использовала военный заем, то есть брали у людей деньги, пускали их на военные нужды и союзники, антанты, естественно, и немцы, конечно же, тоже. И в Первую, и во Вторую мировую войну всегда все повторяется, то есть в какой-то момент у государства заканчиваются деньги, и они начинают их забирать, просить, требовать или вот там поучаствовать в лотерее, каким-то образом, в общем, эти деньги выманивать у населения. Потому что, естественно, военный период, все прижимаются, экономика всегда там начинает падать со всеми вытекающими из этого последствиями. И вот здесь конкретно плакат такой честный. Здесь просто они просят, помогите нам победить. Изображен солдат на передовой, вот буквально в колючке. Мы понимаем то, что отображается вот этот вот момент позиционной войны. Сразу же вот вспоминается солдат на Западном фронте без переменок. Кроме того, в книге в одноименной этот плакат использовался, потому что вот то самое лимитированное подарочное издание, там вот была такая вкладка с этим плакатом. Интересный момент, в отличном состоянии, и это действительно оригинальный тоже вот как раз такой документ эпохи. Но есть еще один плакат, который немножко как бы другая такая направленность. Если здесь пехотинец на передовой с колючей проволокой, то вот здесь, сейчас я вам покажу, мы видим летчика. Летчик этот стоит, он судя по всему немножко раненый, и написано «А ты?». То есть он не просит изначально, это такая манипуляция вопросом. То есть он смотрит на тебя немножко презрительно, понимая, что ты-то не скидывался на войну. Вот, и спрашивает «А ты, чтобы вытащить из тебя вот эти вот моменты, чтобы ты скинул бабла им на самолет, на танки или на какие-нибудь снаряды и так далее». То есть здесь уже чуть менее честная история, чуть менее честная такая манипуляция прям. Тем не менее, вот она использовалась, это как раз документ эпохи, который фиксирует этот самый момент. Я повторюсь, что не только немцы использовали это, но и наши, и американцы, англичане, все кто угодно. Можно посмотреть, есть открытки с военным заемом, это прям тоже отдельная тема коллекционирования. Но здесь интересно, что это плакаты, что они достаточно большие. И вот здесь конкретно они даже оформлены, это оформление идет в подарок непосредственно к лоту. Но лично я бы сюда музейное стекло поставил, которое от солнца защищает, и вот таких вот бликов не дает. И тогда будет смотреться вообще бомбически. В общем, редкая тоже тема, интересная и для, допустим, там какого-нибудь оформления экспозиции по Первой мировой войне, там с бучерами, там с какими-нибудь зубастыми или с французскими либелями. Вот мне кажется, такой интересный момент. Я тоже доволен, что эти вещи попали в кадр просто благодаря аукциону. Вот их принесли, я их действительно покрутил. Получил прям вот наслаждение, можно сказать, эстетическое. Да и вообще, в принципе, такой стиль мне нравится. И, кстати, мы видим тот момент, что пилот этого самолета как раз вот буквально в самолете стоит. То есть вот это как раз отверстие, его кокпит и приклад пулемета здесь тоже изображен. То есть с пораненной рукой голова обвязана, кровь на рукаве почти щерц. Но такое немецкое исполнение, и вот он как бы тебя к совести взывает и так далее. То есть вот такой момент прям вот интересно рассматривать. Большое количество советской фалеристики представлено как довоенной, военной, так и послевоенной. Например, есть ромбы военных училищ. В ромбы военных училищ перешли тоже все из коллекции, все подлинные. И коробки к ним тоже подлинные. Но коробки могли меняться, потому что это было такое видение коллекционера. Потому что не все коробки, допустим, соответствуют типам знаков. Вот такой вот тоже момент есть. Потому что мне писали в комментариях, я решил это дополнительно еще отметить. Потому что сам знак оригинальный, коробка оригинальная. Но они, грубо говоря, просто могли перекладываться туда-сюда, потому что коллекция большая. Вот это, еще раз повторюсь, видение коллекционера. По моментам есть по лотам. Здесь в описании я это отметил в самом начале. Хасан вот этот вот с документом изначально позиционировался как идеальный. Но там есть моментик, перепаян у него вид. И этот момент виден, он должен отворожаться в цене. Здесь как бы такой получается комплект больше по аверсу, что называется. То есть это комплект документ и сам знак. Тем не менее, просто вот именно внешне он красивый. Но нужно было отметить все-таки, что винт здесь имеет некую вот такую проблему. Ну и вот еще есть знак как раз НКВД с грамотой. У него на обратной стороне есть вот моменты такие по клепкам. То есть расклеп не одинаковый. Существует мнение, мнения разделились, что расклеп изначально был вот такого плана на знаках, которые пошли в номерах 3000 и так далее. Либо что это переклеп. Переклеп на этих знаках дело в принципе обычное. Это могли переклепать и давно, и могли переклепать какое-то время назад. Могли переклепать и еще в то время. Потому что заклепки это были слабые места именно для вот этих знаков. И собственно здесь есть вот этот момент. Видна разница и тоже это отмечено в описании знака. Ну кстати, возможно на момент публикации видео какое-то однозначное мнение сформировано. Потому что знак точно так же еще и выставлялся на обсуждение. И стоит отметить тот факт, что конечно же кроме выявления каких-то моментов, дефектов и обозначения. Есть еще и проводится эта работа по выявлению неоригинала. И вот например приходят от коллекционеров вещи, которые они считают, что оригинальные. Цена там как за оригинал. Но по факту это подделка. То есть подделка или копия, которую им продали ранее. И конечно же не самая приятная работа рассказывать об этом коллекционерам. Вы знаете о ваш общий штурм, который вы думали, что стоит 30 тысяч рублей или там 35 тысяч рублей. Оказывается, что и неоригинальный. Вот недавно буквально пришел такой вариант. Человек сначала возмутился, даже обиделся несколько. А потом увидел, потому что все-таки он был выставлен на форуме. И потом дальше еще увидел как раз изображение такого же знака, такого же фантазийного дизайна. Или например еще один знак тут по Люфтваффе пришел. Тоже он оказался не особый. По фотографии изначально плохого качества он выглядел как бы ок. И нужно было его посмотреть в руках. Поэтому было сказано, что да, присылайте. Но когда в руки его взяли, уже поняли, что нет, это не то пальто. И пришлось этот предмет отсеять. Конечно не самая, как я говорю, приятная история заявлять об этом продавцам. Но приходится проводить эту работу. И самое главное, что сформируется такой некий коллектив людей, которые продают предметы через аукцион в Арсторе. И они помогают отсматривать эти вещи. То есть получается формируется некое такое безопасное окружение и, можно сказать, иммунитет аукциона в Арсторе. Потому что в этом заинтересованы все. Сами продавцы заинтересованы в раскрутке этой площадки именно с высокой степенью доверия. Потому что никто не хочет давать свои хорошие вещи туда и класть их на один лоток с плохими вещами. С так называемым плохим товарным соседством. Поэтому этот момент меня радует. Меня радует то, что люди в это включаются. Потому что, как я уже говорил, что у кого правда, тот и сильнее. Вот мы, собственно, на сильной стороне. Все. Будем мы с вами сейчас закругляться. Я пошел смотреть за результатами аукциона. Завтра уже аукцион заканчивается где-то примерно вечером. Счетчик там вот внизу есть. Всем участникам я желаю удачи. Тем, кто просто смотрит, я желаю приятного просмотра. Всем вам доброго вечера и увидимся на аукционе. Субтитры создавал DimaTorzok